Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. К сожалению, как мы и предупреждали, без полноценного прекращения огня в Газии этот документ так и остался по сути на бумаге. Сегодняшнее выступление старшего координата в целом это подтверждает, хотя мы понимаем, что госпожа Каак максимально аккуратно подбирала слова. Ведь сегодня, если кто-нибудь из чиновников ООН позволяет себе откровенные оценки действий Израиля, он моментально заносится в израильский стоп-лист, ему отказывают посещение сектора Газа, подвергают обструкции его усилий. Но Совет работает в иной парадигме и просто обязан называть вещи своими именами. Гуманитарная ситуация в палестинском анклаве чудовищная, а причина этому продолжающаяся военная операция Израиля, которую тот реализует безо всякой оглядки на международное гуманитарное право и решение Совета Безопасности ООН. Такую самоуверенность ему придает безусловное покрывание любых его действий со стороны США, которые вот уже почти год блокируют любую маломальский содержательную резолюцию Совета. А число погибших мирных палестинцев в результате израильских бомбардировок, силовых рейдов и наземных операций тем временем перевалило за 42 тысячи, без малого 100 тысяч раненых, десятки тысяч числятся пропавшими без вести. Только за прошедшую неделю из-за обстрелов вооруженных сил Израиля погибли почти 100 мирных граждан. Этого нет и не может быть оправданий. Как нельзя оправдать и произошедшую 11 сентября атаку на действующую под эгидой в опор школу в лагере беженца Нуси Рат, в результате которой погибли 18 человек, включая женщин и детей. Среди погибших 6 сотрудников в опор. Сегодня лагеря школа вновь подверглись ударам, погибло более 10 человек. Помимо непосредственной опасности боевых действий, персонал ООН подвергается регулярному прессингу со стороны властей Западного Иерусалима в самых различных формах. Регулярные задержания, допросы, ограничения на передвижение и в целом развязанные против ООНовцев информационные кампании ставят под угрозу не только их жизни, но и безопасность тех людей, которым они помогают. Все чаще в отношении гуманитарщиков израильской стороной применяется насилие. В прошлом месяце израильские военные обстреляли автомобиль Всемирной продовольственной программы ООН с четкими опознавательными знаками. Программе пришлось свернуть свою деятельность в Анклаве на несколько дней. В начале сентября еще один инцидент. Тяжелая техника Цехал протаранила гум-конвой ООН, военные угрожали сотрудникам ООН оружием и увезли их на допросы. Это происходило даже несмотря на то, что данные гуманитарной миссии были заранее скоординированы с Израилем, что еще раз подтверждает, что ни деконфликты, ни пресловутые системы нотификации не работают. Сожалеем, что у коллег по Совету безопасности, за редким исключением, не находится смелости говорить об этом. Особенно лицемерно выглядят западные страны, которые ведут себя так, словно воды в рот набрали тогда, когда требуется дать честную оценку тому, что происходит с палестинцами. Ведь если бы речь шла о любом другом государстве, они бы активно осуждали подобные действия. Вот и сейчас, вместо того, чтобы в преддверии годовщины событий 7 октября обсудить на неделе высокого уровня ситуацию в Анклаве, наши западные коллеги активно занялись пиаром просроченного украинского президента. Я надеюсь, вы понимаете, как лицемерно будут звучать ваши слова сегодня в подобных обстоятельствах. Господин председатель, в условиях активных военных действий и постоянного прессинга со стороны Западного Иерусалима гуманитарщикам крайне сложно оказывать гуманитарную помощь, завоз которой, к слову, также продолжает оставаться отдельной проблемой. Все данные гуманитарных структур свидетельствуют об отсутствии какого-либо значимого прогресса на этом треке. Наиболее важная артерия для доставки грузов – КПП Рафах закрыт. Инициатива о налаживании морского коридора Кипра «Плавучий пирс» с треском провалилась. Гуманитарщики в голос продолжают говорить не только о совершенно мизерных поставках продовольствия, топлива и медицинских препаратах, но и о чинимых Израилем препятствиях и регулярных отказах проведения гумоопераций. К примеру, в августе, по данным ООН, число отказов удвоилось в два раза по сравнению с июлем. Очевидно, что открытые на сегодняшний день маршруты со стороны Иордании, Египта и Израиля не позволяют доставлять необходимые объемы гуманитарной помощи. По факту, сейчас их среднесуточная пропускная способность всего 70 грузовиков. Когда еще до кризиса в ГАЗу заезжало по 500 грузовиков в день. Цифры говорят сами за себя. Если дело так пойдет дальше, то все происходящее может привести к прекращению деятельности ООН в секторе ГАЗа. В таком случае более 2 миллионов палестинцев окажутся один на один со смертью. Это не фигура речи, а реальная перспектива. Этого допустить нельзя. Совету необходимо сделать все, чтобы исключить данный сценарий, заинтересованность которым не скрывает часть израильского истеблишмента. Инструментарий для этого Совета Безопасности есть. Нет лишь политической воли у США и их сателлитов. По сути, все, что ООН может записать себе в актив сегодня, это продолжающаяся кампания по вакцинации детей от полиомиелита. Надеемся, что гуманитарные паузы для вакцинации сработают. Вместе с тем, нет смысла сегодня делать акцент на этих усилиях, поскольку ситуация с полиомиелитом – это лишь одна из многочисленных проблем, с которыми сталкивается население Анклавы. Ведь в условиях полного разрушения системы санитарии и здравоохранения в Анклаве в любой момент может произойти вспышка и других инфекционных заболеваний. В газе почти исчерпаны запасы обычных вакцин от туберкулеза или для иммунизации против дифтерии, столбняка и коклюша. Пациенты же с тяжелыми хроническими заболеваниями при критически низких запасах лекарств, вроде инсулина, просто обречены. Задача поставки базовых лекарственных препаратов в газу требует немедленного решения. А Израиль подобным запросам, насколько мы можем судить, не восприимчив. Господин председатель, давайте не будем никого вводить в заблуждение. В условиях продолжающейся уже более 11 месяцев военной операции Израиля, спонсором и куратором которой являются власти США, адекватное оказание помощи населению и сектора попросту невозможно. Гуманитарщики беззащитны перед израильскими обстрелами и просто бесчеловечно требовать от них погибать под ударами в условиях, когда члены Совета уже почти год ходят по кругу и никак не могут заставить власти Израиля остановить свою карательную военную машину. Напомним, что если решение Совета Безопасности о прекращении огня, которое у нас формально уже есть, не соблюдается, то члены Совета могут рассмотреть меры, как обеспечить его выполнение. У СБ есть соответствующий опыт и все необходимые рычаги и средства, в том числе в контексте миротворческого присутствия на Ближнем Востоке. Коллеги, мы все с вами прекрасно понимаем, что пока идут интенсивные боевые действия, нереалистично рассчитывать на какой-либо значимый прогресс в стабилизации гуманитарной обстановки на Земле и наращивании гуманитарного содействия населению газа. Всем нам важно признать один простой факт. Проблема не в наличии или отсутствии какого-либо механизма доставки гуманитарной помощи, а в отсутствии для этого условия из-за военных действий, исключение из которых израильтяне не делают ни для школ и больниц, ни для гуманитарных конвоев ООН. Поэтому, что бы сегодня ни говорилось в этом зале по гуманитарным вопросам, первостепенная задача заключается в обеспечении немедленного и повсеместного прекращения огня в газе. Только речь должна на этот раз идти не о пустышке вроде резолюции 2735, которая была нежизнеспособна еще в момент своего принятия. И мы об этом много раз говорили. О реальном четком требовании со стороны Совета. Только после этого можно всерьез говорить о решении проблем в области гуманитарного содействия в Мирном Газоветяне. Что касается призывов, которые мы слышим, сосредоточиться на вопросе восстановления сектора, то он, безусловно, крайне важен. Однако он относится к далекой перспективе, а прежде чем говорить о послезавтрашнем дне, нужно хотя бы понимать, как будет выглядеть день завтрашнего. И дать оценку дню сегодняшнему, а не стыдливо замалчивать имеющиеся в нашем распоряжении факты. Что вообще останется от газа, если военная операция Израиля будет продолжаться нынешними темпами? А что останется с остающимися в живых израильскими заложниками? Их судьба вообще не интересует израильские власти? И они уже приняли решение пожертвовать большинством из них? А именно к этому, к сожалению, все и идет. Надеемся, что у всех членов Совета безопасности все же проявится чувство коллективной ответственности за происходящее в анклаве. И мы совместно сможем безотлагательно выработать необходимые меры по деэскалации, а также добиться их реализации. Пока, к сожалению, признаков этого мы не видим. И продолжаем слушать пустые и лицемерные призывы в этом зале. Благодарю вас.